Первая, она же самая памятная выставка работы Анны Филипповой, состоялась в Щелковском историко-кровическом музее 12 лет назад. Выставка была коллективной и стала знаковой для молодого художника-керамиста-графика. Тогда же у Анны Филипповой началась регулярная выставочная деятельность. Настало время, когда наш музей принимает персональную выставку. Потрясающую выставку, ироничную. И нам сейчас так не хватает такой позитивной ноты в нашей жизни. Все надписи на этих изразцах, на пластах керамических, на графике очень философские. Яркая и блестящая выставка с философским названием «Путь наш далек» посвящена русскому искусству 18 века. Расписные печные изразцы, составные панно, порсуны, портреты, по мнению самой Анны Филипповой, обнадеживают и дарят позитив. Анна – удивительно талантливый человек. Не только в керамике, как профессионал, но и внутренне. Очень сложный, со сложным таким отношением к жизни. И это все видно в ее творчестве. То есть оно гораздо глубже, чем кажется с первого взгляда. Анна – одна из лучших выпускниц Абрамцевского художественно-промышленного колледжа имени Воснецова. В творчестве использует художественные приемы Михаила Врубеля и много экспериментирует. Вот, к примеру, картины, выполненные по мотиву портретов Вишнякова. Он художник-портретист и писал портреты, которые только перешли еще от порсуны, от, скажем так, иконного изображения, к изображению, наконец-то, человеческого лица, привычного нам. И Анна Александрова берет эти же композиции, но обрамляет их в керамические рамы, созданные из фрагментов. И как раз здесь она, видно, что использует все свойства керамики и глазури. Центральная работа выставки – оклад иконы святых благоверных князей Бориса и Глеба – получила серебряную медаль Российской Академии Художеств. А серия оригинальных рисунков в стиле русского барокко-говорящей усадьбы по-новому рассказывает о новом укладе жизни, по которому жила Россия три столетия назад. Усадеб не так много. Вот эта усадебная жизнь – это перевернутая страница нашей истории, этого уже не существует. Исчезновение предметов искусства вместе с усадьбами и потом находка их в раскопках, снова экспонирование в музее, я в этом нашла какое-то, знаете, такое колесо нирваны, что ли, колесо движения искусства, которое исчезает и потом снова возрождается. Идея создать большую серию работ воспитания зайца возникла у Анны Филипповой во время путешествия по храмам Ярославской области. Эти животные изображены на древних фресках. Заяц, как пророк Вергилий, путешествует со зрителем по русскому искусству. Выставка открыта до 11 декабря. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.